Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать наших реальных и виртуальных зрителей и слушателей на площадке библиотеки 183 Николая Федорова, где сегодня дан старт нашей библиотечной, большой библиотечной программе 200-летию Достоевского. И мы открываем сегодня новый цикл встреч, который называется «Как читать Достоевского». И смысл этого цикла, я уже говорила о том, что он будет разный, то есть у нас будут и встречи с ведущими достоевистами, которые исследуют Достоевского и могут дать нам с вами ключ к чтению и пониманию его произведения. И это будут и семинары медленного чтения, где мы будем разбирать тоже под руководством ведущего специалистов текста Достоевского. Ну а сегодня у нас такая уникальная встреча. Мы действительно очень благодарны Игорю Леонидовичу Волгину, выдающемуся исследователю Достоевского, председателю фонда Достоевского. Человеку, на книгах которого мы все вырастали на самом деле, и человеку, который как-то соединяет в себе с одной стороны глубинное знание исследования Достоевского, знание как историка, и с другой стороны умение очень как-то живо, действительно писательски и творчески донести образ Достоевского и его образ мира до человека, до читателя. Игорь Леонидович Волгин сегодня расскажет нам о своих последних работах, о последних работах большого научного коллектива, который создал сейчас 800-страничный том Достоевский в мировом художественном сознании, проблемы в национальном сознании, проблемы биографии и творчества. Сейчас в последние годы выходит целое собрание сочинений Игоря Леонидовича, где целый ряд тому посвящен Достоевскому, Достоевскому неизвестный и неизвестный. Как вообще через биографию писателя мы можем двинуться к пониманию его произведений? — Игорь Леонидович, вам слово. — Да, но я вот думаю, что не просто я там что-то расскажу, вы послушаете, и мы разойдемся, не причинив друг другу особого вреда. Я думаю, что, может, будут какие-то вопросы, такое будет у нас диалогическое общение. Ну, неизвестное, неизвестное, известное. Вы знаете, вот раз после смерти Блока Чуковский читал лекцию о Блоке где-то в Петербурге. И ему, значит, пришла такая записка, прочтите нам неизвестные стихи Блока. На что он сказал, что я буду вам читать неизвестное, когда вы известных не знаете. Поэтому здесь такая, понимаете, вот я не знаю, что вы знаете, нет. Вот один профессор криминалистики Сорбоннского университета, Сорбонны, он какую бы лекцию он ни читал по криминалистике, он заканчивал одной фразой эту лекцию свою, любую. Он говорил, а еще, господа, читайте Достоевского, говорил он в конце. Так что вот возникает вопрос, почему это надо, почему это надо. Вообще-то Достоевский есть некая мировая загадка. Вот как он закончил свою речь о Пушкине в Москве 8 июня 80-го года в колонном зале Дворянского собрания, в Дом Союзов сейчас. Как он закончил последнюю фразу? Он сказал так, Пушкин умер и унес с собой в гроб некоторую великую тайну, сказал Достоевский. И вот сейчас мы без него эту тайну разгадываем. Но вот эти слова можно, в общем-то, отнести к нему самому, потому что есть мировая загадка некая. Мировая загадка, мы разгадываем уже сколько, 140 лет после его смерти прошло, мы разгадываем, и я не уверен, что мы близки к разгадке. Я не уверен, что такая разгадка до конца возможна, что она до конца нужна, кстати, тоже не уверен. Потому что, вы знаете, ведь вот как писал Пастернак, у него есть, ну правда к женщине эти слова относятся, к женщине. И прелесть и твой секрет, как у него, разгадки жизни равонасилен. То есть не нужно разгадывать прелесть женщины до конца, ибо тогда прелесть во многом, ну как бы, утратится. Я думаю, что вот такие мировые загадки, они неразложимы до конца, непостижимы до конца. И эта тайна всегда останется. Вопрос, насколько мы к ней приблизимся. Ну и потом вот такой вопрос, зачем вообще нам нужна биография Достоевского, его творчества? Зачем вам нужны великие люди? Ну, я всегда на это отвечаю просто, что гений, гений — это мы. Что значит «это мы»? Не значит, что мы все гении. Нет, конечно, к сожалению. Или к счастью. Но дело в том, что гений, любой гений, будь в литературе, там, в живописи, там, я не знаю, в физике даже, он выражает предельные возможности нас как вида. Предельные возможности человека как такового. Ну, как на Олимпийских играх показывают предельные возможности физические человека. Так вот, в мире духовном творцы, гении показывают предельные возможности нашего существа человеческого, на что мы способны в духовном плане. Поэтому Достоевский — это и Пушкин, и Толстой, это наша предельная норма, на что мы способны как люди. Вот, кстати, говорил замечательно, я люблю это выражение, я часто цитирую, когда Бродский говорил в своей Нобелевской речи, он говорил так, что, вот, литература есть высшая форма самосознания, а поэзия есть высшая форма литературы. Поэтому наша видовая цель, видовая цель, есть поэзия. Вообще удивительное высказывание, значит, видовая цель. Цель для нас как вида, как вида, как человека. Homo sapiens. Наша цель — поэзия. Казалось бы, что это, что он имел в виду, что там в будущем все будут стихи писать? Довольно страшная картина, такой всемирный союз писателей. Вот, картина страшная. Что он имел в виду? Я думаю, что Бродский имел в виду простую вещь, что в будущем, ну, совершенный человек, он будет, у него будет мироощущение поэта. Он будет воспринимать мир, как воспринимает поэт. Не значит, что он будет писать, как поэт. Нет, конечно. Но восприятие мира будет вот такое, поэтическое восприятие мира. И это знаете, с чем совпадает? Вот еще при жизни Пушкина в 1934 году, Гоголь написал статью, там была такая фраза, Пушкин, значит, Пушкин, это русский человек в полном его развитии, каким он явится через 200 лет, написал Гоголь. То есть вот эта мысль Бродского и Гоголя совпадает и Гоголя. Что он имел в виду? Что сроки близятся, осталось 13 лет, через 200 лет прошло, пройдет в 1934 году, а человек в полном своем развитии так и не явился. Вот, помешали какие-то, видимо, внешние обстоятельства, может и внутренние. Но тем не менее, это та же самая мысль, что у Бродского. Человек в полном его развитии. Пушкин, это русский человек в полном его развитии. Понимаете? Вот. Ну, то же самое можно сказать о Достоевском, если иметь в виду его духовное, значит, его духовное наследие. Вот в 1877 году он посетил одну прорицательницу, госпожу Фильд, такая, она француженка была. И она ему вдруг в 1777 году, когда выходил дневник писателя, она ему предрекла, что у него будет в скором времени триумф, что его будут носить на руках, засыпят цветами и что он умрет в разгаре своей славы. Он тогда скептически усмехнулся, потому что он в 1777 году, ну, был, конечно, известный писатель, но никаких триумфов не было. Но он наступил в год 80-й, он написал Карамазовых, он выступил на Пушкинской речи, его носили на руках, хотя и ругали одновременно. И умер на пике славы и неслыханные похороны. Она его предрекла, что у него будут роскошные похороны. Таких похорон в России не было, писательских, во всяком случае, когда 50 или там разные цифры есть, 30-40 человек, тысяч шло за гробом, 70 конков, там неслыханные похороны. Она как бы ему предрекла. Но я даже думаю, что эта госпожа Фильд, если бы она не могла ему предречь, предречь то, что будет в яке 20-м, что вот мы будем через 200 лет после его рождения собираться обсуждать его творчество, что будут собираться конференции во всем мире, будет общество создаваться, даже госпожа Фильд не могла это предвидеть. И никто не мог это предвидеть. Более того, если, скажем, век 20-й, мы так считаем, что он прошел под знаком Достоевского. Ну, сработали те механизмы, которые он написал в своих романах. В плане нравственном веке 20-м сработали эти, ну, самый простой пример, который уже приводился, нет, это открыватель. Ну, скажем, вот Раскольников пишет статью, и только после выхода этой статьи, где он обосновывает право на, что власть имеет, или там тварь дрожащая, что человек имеет право на убийство, вот он пишет эту статью, и только после этого совершается убийство. Сначала было, значит, слово некое, была некая теоретическая разработка. И весь 20-й век на этом строится, потому что все великие, скажем, и невеликие концепции и историческая практика 20-го века строятся на теоретическом обосновании. И фашизм, и коммунизм, и что угодно строится. Сначала было слово, была книга, была теория, и только потом совершалось убийство старухи-проценичной, скажем так. Вот этот механизм, описанный в преступлении и наказании, он проходит на протяжении всего века. Я уже не говорю про беса, насколько пророческий роман беса и так далее. И вот наступает 21-й век, и мы думали так, что ну-ка, ну ладно, 21-й век может быть веком, там, я не знаю, Тульгенева, Толстого, я не знаю, Данте. Нет, к счастью или к сожалению, тут можно по-разному трактовать, 21-й век оказывается тоже веком Достоевского, потому что работают те же механизмы. То есть он становится актуальным писателем. То есть он был актуальным, но он не теряет своей актуальности вот в этом раскладе, в этом раскладе. А теперь какое соотношение, скажем, какое отношение биография имеет к творчеству? Ну, надо сказать, что Достоевский один из самых автобиографических писателей. Это не значит, что он описывает свою жизнь. Но все коллизии, которые в его романах, переживаются им очень глубоко, и, конечно, это части его натуры, или то, с чем он борется, внутри. И вообще, надо сказать, что он является нашим национальным архетипом. В каком плане? Вот на его биографии видно, вот весь диапазон духовных исканий, которые прошла Россия, она как бы воплощается в одной биографии. От Петрашевцев, условно говоря, от общества Петрашевского до Пушкинской речи. Огромный диапазон духовный, огромный диапазон. Он его проходит, он его проходит, как, значит, как человек, который на себе перетягивает вот все это, все это, ну, все эти вещи. Что еще? Ну, если брать биографию, ну, известно нам много о биографии, но многое неизвестно, а многое стало известно совсем недавно. Например, до последнего времени мы не знали, как звали его деда. То есть имя знали Андрей, а отчество не знали. Ну, представьте, что Пушкин, Толстой или Тургенев не знали бы отчество своего деда. То есть некий обрыв. И поэтому очень интересна вот его генеалогия. Ведь род идет из Белоруссии, из села Достоева, из Белоруссии. А род двигается на юг, на Украину. И вот мне в свое время удалось открыть место, где... А его дед на самом деле был, Андрей Григорьевич, как сейчас это выяснилось, был униадским священником. Униадским священником. И вообще Достоевский, гражданин России в первом поколении. Но во втором, в крайнем случае. Потому что все его родственники, ближайшие, они обитали на территории Речи Посполитой. То есть на территории Великого Княжества Литовского и Польши. И Польши. И там, где шла борьба православия, униадства и католицизма. Три конфессии там боролись. И вот следы этого, конечно, воплощаются в романах. Возьмите его отношение к полякам. Нервное такое напряженное отношение. И в записках из мертвого дома. Там целая глава о поляках есть. Это особый сюжет. И возьмите главу в мокром. В «Братьях Карамазов». Вы помните, там пан Брублевский, вернее, Дмитрий Карамазов произносит тост за Польшу. В ответ тост за Россию он произносит тост за Польшу. Выпьем. Говорит Дмитрий Карамазов. И что отвечает пан Брублевский? Он говорит, да, конечно, за Польшу. Но в границах до 1772 года. То есть до первого раздела. То есть такой политический тост. Понимаете? Вот как это срабатывает все. Более того, если брать, опять же, биографию. Смотрите. Ведь он воспитывается после Москвы. Он поступает в инженерное училище. Что такое инженерное училище? Это Михайловский замок. Там в ночь на 12 марта 1801 года был задушен. Такое домашнее убийство. Был задушен император Павел I. И, конечно, все обитатели замка прекрасно знают. Ну, официально это нигде не говорится. Что он умер от апопрексического удара, как бы, да? Официально. Павел I. Но, конечно, знают, как он погиб. Россия знает. Ну, интеллигенция знает. И даже там пугают кадетов, вот этих воспитанников училища, первокурсников, старшекурсники пугают призракам Павла. Они заворачиваются, значит, в такие впростыни и их пугают. То есть известно это все. Так вот, указано, что убийство Павла проходит несколько десятилетий. И в романе «Братья Карамазовы» возникает ситуация абсолютно похожая в плане нравственном на убийство Павла. Ведь как там происходит убийство Павла? Ну, сын Александра I, он как бы в заговоре. Ну, он лег спать, не раздеваясь. Он не хотел смерти отца, конечно. Но в России он сказал, не надо там. Но когда он узнает о смерти отца, он плачет. Но в России никогда власть не менялась бескровно. Не было такого случая. Ну, кроме Хрущева. Хрущев дал прецедент, создал. Первый раз власть менялась бескровно. Его убивают отца. Он дает сигнал, как бы, легший спать не раздеваясь, он дает сигнал, что можно убить. А что происходит в братьях Карамазовых? Помните разговор Смердякова, когда говорит Иван Карамазов, уезжает в Чермашню. Он говорит, в Чермашню еду. На что Смердяков ему говорит, с умным человеком и поговорить приятно. То есть дается сигнал на убийство отца. Мимика и жеста. Мне словесно. Он дает сигнал, да, вот. А что такое Чермашня, кстати? Чермашня – это место, где был, скорее всего, убит отец Достоевского. Это символ смерти, я об этом еще скажу. Он дает сигнал на отъезд в Чермашню, а схема такая же, как при убийстве Павла. Абсолютно. То есть сын дает согласие на убийство отца. Вот вам биография, которая срабатывает в момент, такой вот романный момент, в момент биографии. Ну, вот мы говорим, Достоевский Петербург. Петербург Достоевского, конечно, это его город, его романы в основном там разворачиваются. И, как написала Ахматова, у нее есть такие строчки. «И царицы Авдотьи заклятой, Достоевский и бесноватый, город в свой уходил туман». Причем Достоевский с маленькой буквы, как эпитет. Достоевский и бесноватый. Я вообще думал, что это она сочинила первый эпитет. Достоевский с маленькой буквы. Оказывается, нет. Посмотрите, роман Булгакова «Белая гвардия». Там Мышлоевский говорит, вот мужики идут на Киев, богоносцы, Достоевские проклятые. Достоевский с маленькой буквы там. Видимо, Ахматова как-то это взяла. То есть с маленькой буквы как явление. Достоевский и бесноватый город. Но вообще-то, я вот всегда об этом говорю, что он писатель московский. Как-то не странно. Он писатель московский. Почему? Где он родился? Он родился в Москве, в Мариинской больнице для бедных. Мариинского, которая существует, ну где музей сейчас. Мариинской больнице для бедных. И я так говорю, что метафорически он в этой больнице остался на всю жизнь. Метафорически. Это болезнь, это сейчас институт туберкулеза. А, кстати, в 20-е годы это была больница венерических болезней. И она называлась больница социальных болезней имени Достоевского. Такое было название в 20-е годы в этой больнице. Да. Ну сейчас просто пульмонатология института там, да. Вот. Он родился в Москве, вырос на стогнах этого града. Через 10 лет после пожара Москвы. А еще там все это, воспоминания очень живо было. Недаром в Идиоте там описывается пожар Москвы. Там как Лебедев якобы там присутствует. Он рассказывает, как он присутствовал при Иволгене, при Наполеоне в Москве. Но это отдельный сюжет. Вот. И он вырос там. И первые потрясения детства, конечно, связаны с Москвой. Ну, например. Например. Значит. Вот. Это версия. Вот. Почему у него все время обиженные девочки. Из романа в роман переходит. И обиженная девочка в преступлении наказания. И даже неточка незваного. Вот это обиженные девочки, которые возникают постоянно в романах Достоевского. Ну, есть версия. Об этом свидетельствовала одна свидетельница. Что во время приема у знакомого их общего философа возник вопрос. Какой самый страшный грех? Какое самое страшное преступление? Ну, кто говорил от убийства? Кто там кража? И Достоевский сказал, что вот самое страшное это обидеть ребенка. Обидеть ребенка. И сказал, что вот у него, когда он был маленьким, то в этой Мариинской больнице подруга его Игорь, дочь то ли повара, то ли кучера, была изнасилована каким-то пьяным. Может быть, даже постояльцем этой больницы. Не знаю. И она умерла на руках у его отца. И вот эта мысль его поразила и проходила через всю его жизнь. И глава у Тихона в «Бесах», она была катковым, не с цензурой, заметьте, а катковым редактором русского вестника была запрещена. И на целый год замедлился выход романа. Он забуксовал. Потому что это очень важная сцена, когда матреша, Ставрогин совращает матрешу, и она вешается. Бедная девочка вешается. И только в 1922 году эта глава была опубликована. И потом это же породило целый миф. Вообще, надо сказать, что Достоевскому ходит целая мифология. Миф, что он сам был виновником. Это значит, к нему привозили. Вот Невзоров до сих пор, посмотрите его программу. Он до сих пор говорит, педофил Достоевский, к нему привозили в баню крестьянских девочек. Это как бы бытует в сознании мировом. Хотя эта чушь собачья давно опровергнута. И этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Тем не менее, это ходит как некая легенда устойчивая, которая вошла и в научные труды во многие. Во многие научные труды. Это мифология. Потрясение московское. Затем второе потрясение. Он едет в Петербург, когда из Москвы. Он видит, как на его глазах, там едет фельдъегер на тройке, официальное лицо. И он начинает колотить емщика, чтобы кто-то скорее ехал. Колотить емщика. И тот начинает вовсю стегать лошадь. Животное начинает стегать. Он говорит, вот это эмблема России. Как идет сверху вниз вот это самое насилие. И он это вспоминает через много лет. Это впечатление детства. Его поездки из Москвы в Петербург, когда он едет. Я говорю, что очень масса здесь таких вещей, пересекающихся, о чем он вспоминает. Или, скажем, мужик морей. Вот вы знаете его рассказ «Мужик морей». Маленький мальчик, ему там сколько, я уже не помню, 8-10 лет. Ему слышится крик «Волк кричит», «Волк бежит». И он в ужасе выбегает из рощи, вот в это имение, где они купили имение. Оно вот дровое сейчас, вот это, где сейчас музей открыли. Имение дровое. Он, значит, выбегает из Федина рощи, там так называемая. Он выбегает из этой рощи и видит пашущего мужика Мария. Пашущего мужика Мария, он бежит к этому мужику, говорит, «Волк бежит». Он говорит, какой волк, где волк? Успокаивает ребенка Мария. Это их крепостной. И там есть интересная сцена. Он пальцем, измазанным в земле, мужик Марии, прикладывает к вздрагивающим губам ребенка Достоевского. Символическая картина. Рукой, испачканной в земле, как бы прикладывает к кустам. Младенец, как бы дает ему, и он к кустам моим прилик. И, значит, вот он, Мария выступает как символ народа, успокаивающего ребенка. Это так. Но, с другой стороны, где он его вспоминает потом? На каторге. Он Мария вспоминает на каторге, где идет разгул, пьянство там жуткое. Там преступники, убийцы сидят. Почему? А ведь дело в том, что вдруг всплывает такое воспоминание о Марии. Потому что, если верить этой версии, что отец его был убит, а мы до сих пор спорим. Ну, вот у меня книжка такая вышла, «Родиться в России» называется. «Родиться в России. Достоевский. Начало-начало». Где я подробно очень говорю о детстве. Кстати, это название цитатное. Может, кто-нибудь опознает, что такое «Родиться в России»? Это слова Пушкина. Он пишет жене. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». «С душой и талантом». То есть, «Родиться в России». И там я вот разбираю все версии из-за и против. Ну, некоторые говорят, что это придумано. Ну, удалось найти кое-какие документы у меня в архивах Москвы. Я их опубликовал. Трудно сказать, был ли он убит. Но, скорее всего, он был убит все-таки. Во всем случае, в семейном сознании была, утвердилась версия, пишет об этом брат Достоевского и дочь его пишут об этом. В семейном сознании было представление, что отец был убит своими крестьянами, задушен, причем довольно зверским способом. Там такие есть подробности. Очень грустные. Был убит с крестьянами и замяли дело, поскольку все крестьяне могли бы пойти на каторгу. А это лишение имущества, лишение финансовых возможностей у семьи. И дело было замято. Это позорное убийство. А что интересно, вот сейчас мы смотрели, значит, по источникам, могли быть замешаны в этом убийстве родственники Мария, если не он сам. То есть, получается, двулики Мария. С одной стороны, он спасает ребенка, успокаивает ребенка одной рукой, а другой рукой он как бы участвует, ну, может быть, косвенно в убийстве его отца. Вот два олега народной души выступают в этом случае, понимаете. Вот вам, пожалуйста, вон биография и творчество. Такие сопряжения идут. Ну и так далее. Это можно брать любой момент его биографии. Теперь, если идти дальше, ну, он переезжает в Петербург. Он учится в инженерном училище, заканчивает это училище, получает звание инженера, инженер-поручик. И что интересного, что с ним происходит? Он бросает налаженную карьеру, бросает налаженную, и не имея никаких оснований для литературной жизни, то есть у него нет ни связей, он ничего еще не напечатал, кроме перевода Евгения Агранде, он перевел Евгения Агранде из французского, больше ничего. Он вдруг запирается у себя на Владимирской и начинает писать роман. Ну, есть еще версия, что до этого, якобы, он писал драмы. Какие-то драмы с известными. Борис Гудунов, Жит Янкель, и третий, я забыл, ну, в общем, три драмы он пишет. А, и Мария Стюарт, уже написанные, как бы, до него. Он их пишет, брат пишет, что они явятся осенью на петербургской сцене. Ни одна драма на сцене не явилась, мы даже не знаем, в прозе или в стихах они написаны, кстати, эти драмы. Они, возможно, исчезли в архиве третьего отделения при аресте, но их нет, никаких следов. И он запирается у себя дома и начинает писать то, что мы вот знаем под именем «Бедные люди». Бедные люди. Причем пишет, уходит в отставку при этом, не получая ни копейки. Без средств, ну, только он получает за имение там какие-то деньги. Ему присылают из Москвы вот за это имение, и все. И все. Такой совершенно отчаянный шаг. Отчаянный шаг, и говорит, если это не удастся, хоть в Неву. То есть, вот поступок. Все обрубается, все обрубается, и ставка делается на успех романа, который сейчас пишется. Много раз он переделывает, много раз переделывает, и вот он отдает ее, этот роман Григоровичу. Они вместе дожили с Григоровичем в одной квартире. И Григорович несет Некрасова. А Некрасова еще никому не известен, особенно начинающий поэт. И он издает петербургский сборник такой. И Григорович приходит к Некрасову, и Некрасов говорит, да что, читать рукопись никому неизвестного автора, давайте поедем кататься на острова. Ну, Григорович настаивает. И Григорович говорит, ну, давайте прочтем первые 10 страниц, если понравится, будем дальше читать. А не понравится, значит, не будем. И Григорович начинает читать «Бедных людей». В известной сцене похорона Покровского Некрасов начинает плакать, бьет себя по ноге, говорит, ах, что бьет его. То есть проза, проза идет, понимаете. Они в 4 утра заканчивают чтение, и Григорович Некрасов говорит, давайте пойдем к Достоевскому. Поедем к Достоевскому. А что он говорит, ну, поздно, это он спит уже, 4 утра. Что Некрасов произносит фразу знаменитую «это выше сна». Это выше сна. Они бегут по Белой ночи, это май 45-го года, они бегут, значит, по Петербургу, приходят к Достоевскому, он сидит у окна и курит. И вот что интересно, значит, одна версия такая, что они ему, значит, стучат, он их открывает дверь, они его обнимают, поздравляют, говорят, что это замечательно, что это прекрасно, и над ними маячит, скажем так, маячит тень Гоголя, отбрасываемая из Италии. Потому что, конечно, как бы Гоголевская школа, натуральная школа, все это, да, из Италии. Вот, и, значит, обнимают его. Это одна версия. А по другой версии, которую он якобы рассказывал, Кормин Круковской, есть такие воспоминания об этом, ну, вот, семья, с которой он был дружен, не дружен, ухаживал за Кормин Круковской, за Анной, через много лет. Нет, якобы такая версия, что он сам отнес рукопись Некрасова и, страшно взволнованный тем, как он, не знаю, как Некрасов это оценит, загулял, пошел в загул после этого, опасаясь, значит. И он после этого загула явился рано утром и сел курить. А, кстати, а в той версии было сказано так, что он делал это ночью. Это первая версия. Первая версия, что мы там собирались сейчас, давайте, господа, почитаем Гоголя. Тогда это было модно. И мы всю ночь читали Гоголя. А утром, значит, он явился, и к нему приходит Некрасов с Григоровичем. А в той версии он после разгула приходит домой, они звонят, застают его, значит, в таком вот виде. И вот такое двоение начинается. Типичное, кстати, для Достоевского. Сюжет двоится. Сюжет двоится, этот самый. И, конечно, сам дебют беспримерный в русской литературе. Но мы знаем, как входили великие люди, входили в литературу. Ну, Пушкин входил постепенно, там были первые публикации, они привлекли внимание. В течение двух-трех лет, с 16-го года по 19-й он входил. Вот в это самое. Вот, Пушкин входил. Как ходил Толстой? Толстой пишет свои, значит, детство пишет свое Толстой. Так? Пишет роман детства, повесть детства. И посылает, к тому же Некрасову, кстати, посылает. Ну, журнал «Современник». Журнал «Современник» посылает. С инсалами ЛНТ. Посылает «Современник». И пишет, скажите мне, сколько стоит эта вещь. То есть, надеюсь на гонорар. Некрасову отвечает, что да, я прочел, интересная вещь, мы будем его печатать, спасибо. Толстой пишет снова, что да, я рад, что вы будете печатать, однако скажите, сколько это стоит. Он стал писать, что он проигрался, не было денег. Сколько это стоит? Наконец, присылает ему Некрасову верст, говорит, вот вышла книга, замечательно. Замечательно вышла книга. Я вас поздравляю, она всем нравится. Моё детство. Но должен вам сказать, забыл вам сказать, что мы за первое произведение не платим ничего. За первое публикацию. Теперь назначите вашу цену. Пишет. И Толстой, конечно, с одной стороны, разочарован, но его больше всего возмутило, что Некрасов переделал название. Детство называлось. А в современнике оно выходит под названием «Моё детство». И страшно раздосадованный Толстой пишет письмо Некрасову, «Какое дело вообще до моего детства?» Это обобщение детства. Очень такое резкое письмо, но, слава богу, он его не отсылает, Некрасову. Как пелось в 30-е годы в одной советской песне, Климу Ворошилову письмо я написал, а потом подумал, его не подписал. Такая приболотка. Он не отсылает это письмо, оно остается, и потом он в современнике печатает отрочество, юность и так далее. Это вот такой дебют. Были дебюты, у того же Некрасова был провальный дебют, когда выходят мечты и звуки, никто не покупает. Он скупает и выбрасывает это все. Или, скажем, у Гоголя Ганс Кюхельгартен. Он печатает Ганс Кюхельгартена, ноль внимания, он собирается и сжигает. Огнем начинается биография творческая Гоголя, и огнем кончается с сожжением мертвых душ. Огонь в начале, огонь в конце. Здесь совершенно исключительно. То есть он становится знаменит до своего дебюта, до публикации. Он пишет брату, что Сологуб там кричит, дайте мне Достоевского, дайте, а я его даже не удостаиваю визитом, приемом. То есть все от меня в восторге. Идет такой, ему 20 сколько? Ему 23 года. 23 года. 24-й год. Молодой писатель, упоен еще до печатной славы. Все только и говорят, что сказал Достоевский. Компания все это... Да, там надо пройти, еще было Белинского. Это была инстанция, когда пришли утром Григорович и Некрасов к Белинскому, сказали, с криком, новый Гоголь явился. На что Белинский сказал, ну у вас Гоголи как грибы растут. Но взял рукопись и через 10 минут сказал Лакею, чтобы он никого не принимал. Стал читать. В полном был в восторге Белинский, конечно, что потом сменилось совершенно другим отношением. Но он в полном восторге. И, значит, готовится петербургский сборник, все уже читают рукопись. Читают рукопись. И вот, когда выходят бедные люди, фурор огромный. Ну вот я привожу в книге «Родиться в России», я там собрал, ну пытался собрать, все отклики прессы, начиная от Булгарина и кончая Белинским. Есть диапазон оценок бедных людей. Очень разнообразный, очень интересный. Ругань сплошная, восторги и так далее. Ну он становится, и он пишет, вот, да, вот моя слава. И там такая фраза. «Кларочки и Миночки очень похорошели, но стоят страшных денег. Белинский и Тургенев выбрали ли меня за беспорядочную жизнь?» Вот это единственная фраза, которая дала многим исследователям предлог, говорит, что юность Достоевского была полна разврата, загула и так далее. Что интересно, до 27 лет, когда его арестовали, мы не знаем ни в эпистоляре его, ни в воспоминаниях, ни одного женского имени, названного хоть под каким-нибудь ударением. Нет женщин его. Сравните с мироощущением Пушкина и Лермонтова. Лермонтов уже умер к тому времени, да? Вот сколько у них было романов, сколько. Тут как бы, и его доктор Яновский пишет, что он совершенно был равнодушен к женскому полу. Он говорил, что вот у меня, как у Спиноза, значит, там шишки есть на голове, значит, я привержен, значит, не юбке, а чепчику. Вот чепчик мне нравится, там, как у матери Майкова. Мы не знаем. Единственное, что его увлечение, которое зафиксировано, это влюбленность, очень короткая влюбленность в Авдотью Панаеву, в жену Панаева. Он в него влюбился, он брату пишет, что я влюблен в Панаеву, там, да, еще не знаю, как это пройдет, о чем Панаева, кстати, не подозревала. И в ее воспоминаниях об этом нет ни слова. Она пишет об окружении Достоевского, но она не знала об этом. Вот. Ну, он нашел время в нее влюбляться, потому что у них тогда как раз начинался роман с Некрасовым, который потом продлился 14 лет. Как раз в эти месяцы 45-46 года, значит, Некрасов как бы уводил жену от Панаева. Вот. И не зная ничего об этом, значит, Достоевский сюда вот как бы встрял. Ну, мысленно встрял, конечно, не так. Вот. Понимаете, вот этот его дебют. И, конечно, есть две версии его личной жизни. Одна вот, которую я уже изложил, что он там был такой гулякопраздный. А вторая, что, кстати, его дочь поддерживает, Любовь Федоровна, она пишет, что вообще-то он не знал женщин, был равнодушен ко всему и жил как святой, пишет дочь. Но она это интересно объясняет, поскольку, говорит, он был северный мужчина, а у северных мужчин очень позднее созревание. То есть до 27 лет, значит, как бы этого не волновало. Что, конечно, контрастно по отношению к тем страстям, которые он переживал после каторги, связанные с женщинами, конечно. Но это некая загадка, и я думаю, что ее даже не стоит разгадывать, потому что, может быть, верится сколько угодно. Верится сколько угодно. Вот, пожалуйста, вам неизвестный и неизвестный Достоевский. Потом, казалось бы, мы все знаем, о его роковом периоде его жизни, это Петрашевцы, дело Петрашевского. Вот я написал такую книжку, большую издал, она, по-моему, еще продается. Называется «Пропавший заговор». «Пропавший заговор» Достоевский «Дорога на Эшафот». А почему «Пропавший заговор»? Ну, он, прочитав одну книжку уже после заключения, немецкую книжку, в Лепциге вышла об этом деле, он сказал, вот, говорит, тот сегодня точно, целый заговор пропал. Какой же заговор пропал? Когда там не было заговора. Это дело о намерениях. Дело о намерениях. За что получил смертную казнь Достоевский? За чтение вслух письма Белинского Гоголя. Он прочел это на пятницу Петрашевского. Вот я недавно слышал одну лекцию в фейсбуке, там один читал, человек, и он сказал, Достоевского арестовали за открытое письмо Белинского Гоголя. За открытое письмо. Вообще фантастика. За открытое письмо. Или там закрытое письмо Белинского Гоголя. Да? Вот. Это вот человек, который читал лекцию по преступлению и наказанию. Кстати, он в интернете, он значится как Белинский, не знаю, какое настоящее его имя, но в интернете он как Белинский значится. Значит, вот, сочтили, ну хорошо, за это могли по законам Российской империи либо штраф, либо выговор в присутствии суда. Тут смертная казнь. Почему смертная казнь? Почему 22 человека были подвергнуты смертной казнью? Такого не было еще. Я понимаю, там декабристы, они вышли с оружием на площадь, они вышли с оружием, там были убитые, там были погибшие, там был заговор многолетний, там было общество. А Петрашевский это разговоры, 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 более ничего. Но, почему он говорит, целый заговор пропал? Ну, во-первых, почему смертная казнь? Это 49-й год. Что такое 49-й год? 49-й год это революция в Европе, во Франции, в Пруссии. Более того, их арестовывают накануне 21 апреля, а через два дня Россия начинает поход в Венгрию, ну, в Австро-Венгрию, то есть спасти престол австрийский, потому что в Венгрии революция, и Россия подавляет эту революцию, о чем они, сидя в крепости, еще ничего не знают. Вот накануне их арестовывают. То есть Николай, видимо, хотел дать острастку на лет на 50 вперед. Дать острастку, 22 приговора, но 22 смертные казни, публичные в Петербурге, это было нечто, конечно, невообразимое. Кстати, во многих ученых трудах я вдруг читаю, опять же, ну, даже назову фамилию, я читал лекции Наврусовой, ну, супруги Собчака, Наврусовой, она историк, она преподает в Петербургском университете профсоюзов. Я читал ее, значит, она пишет, она пишет, что вот, их вешали и вышибали табуретки из-под, это пишет историк, их расстреливали, они вешали, естественно, вот. Ну, там она путает войну за независимость США с войной гражданской, северо-юга, это ладно. Ну, вот даже вот такие вещи, даже такие вещи, она, значит, все это излагает, причем это вышла книжка, вышла в серии «Образцовые лекции Санкт-Петербургского университета». Образцовые лекции. Это, я говорю, про ученых я говорю, про ученых. Вот. Ну, ладно. Значит, вот это, ну, почему он вообще в это дело ввязался? Ну, странно, но все это было обречено, конечно. Я думаю, что здесь не только политические причины сработали, не только увлечение Сен-Симоном, там, Фурье, утопическим социализмом, не только это. А тут были глубоко, глубокие причины, причины глубокие внутренние, писательские. Почему? Вот смотрите, выходят бедные люди, успех, заходит двойник, полууспех уже, так. Дальше выходит хозяйка, который обругал, по-матерну обругал Белинский. По-матерну в одном из писем. Более того, это тот самый случай, когда начинает Белинский его в свой атеизм обращать, и он пишет, он не ругал Христа по-матерну, Белинский. Уже начинается вот это, горнило сомнений, через которое он проходит. И он чувствует, хозяйка провальная, неточка незваного, так она печатается. То есть успеха нет, какой был у бедных людей. И я думаю, что он чувствует некую пробуксовку стиля, некое повторение приемов своих. Он как писатель, он не очень-то и растет, хотя и Белые ночи замечает, но все. Но ему нужно какой-то перелом, то, что каторжники называли переменить судьбу, когда там менялись именами, переменить перемены судьбы. Кстати, это характерно не только для Достоевского. Возьмите 1936 год у Пушкина. Три вызова на дуэль. Причем по ничтожным поводам. Он как бы ищет развески некоторые Пушкин в 1936 году, накануне дуэля с Дантесом. Три, он вызывает три раза на дуэль. Ему нужно изменить этот контекст петербургский. Покой и воля ему нужны. Он хочет изменения. Толстой, который уходит из Ясной Поляны, он же не ходит умирать. Он не собирался умирать, он хотел переменить судьбу Толстой. Сломать вот этот быт. Ну это особо. Я вот пишу об этом в книжке. Такая книга есть «Странные сближения». Там подробно разбираю ход Толстого. Достоевский, конечно, это не суицидный синдром. Это не стремление к самоубийству. Но это стремление к некой перемене судьбы. И он получает эту перемену. Потому что никто из писателей мира не пережил Эшафота. То есть он был уверен, 45 минут это прочитал по времени, он стоял 45 минут на Эшафоте, будучи уверен, что сейчас его казнят. Ну то, что описано в «Идиоте», вот рассказ князя Мышкина и так далее. Это же все личное впечатление. Он стоял на Эшафоте, думая, что его сейчас казнят. И, собственно, сюда можно отнести эпиграф, который он поставил к братьям Карамазовым. Это из Евангелия Теана. Помните? Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Он умирает на Эшафоте практически. Он есть то зерно, которое упало в землю, погибло и дало много плода. Потому что после каторжной Достоевской и до каторжной – это все-таки две большие разницы. И мы не знаем, состоялся ли он как великий писатель, если бы не было этого потрясения, этого испытания каторгой. Вот сейчас, кстати, упомянула Анастасия Георгиевна, упомянула наш сборник. Мы сейчас выпускаем большой по итогам трехлетней работы. И я там задействовал в качестве исследователя моих студентов. Это обычно доктора наук в таких проектах, кандидаты наук. Я решил на такой эксперимент пойти. Я взял студентов второго курса. 20 летом было. Ну, сейчас уже 22. 20 летом было. И их направил в ЦГВЕА – Центральный государственный военно-исторический архив. Ну, казалось бы, мы все знаем о каторге. Они пошли, они нашли поразительные документы, связанные с каторгой. И опубликовали сейчас в журнале «Неизвестный Достоевский», это высокорейтинговый журнал научный, опубликовали серию статей о каторге. Там есть, например, прототипы, которые в записках из мертвого дома. Там есть, например, впервые описаны все помещения о каторге. Нашли документы, нашли чертежи, нашли, значит, даже устройство нар. Мы не знали, на каких нарах спал Достоевский. Оказывается, они были под углом все. Они спали вот так. Они были наклонны, эти нары. Просчитали, сколько приходилось площади на каждого заключенного. Сколько было заключенных там. Где находился театр каторжный. То есть они восстановили всю вещественную, вот этот, вещественный контекст каторги. Восстановили прототипы там ряда. Там вот такой, Кривцов есть такой. Он не называется Достоевский, он называет его восьмиглазый майор. Плац майор, который там над ними издевался. О нем много воспоминаний есть и польских, и русских. И вот ребята мои нашли формулярный список этого Кривцова. Его боевое прошлое. Он там воевал на Кавказе. Нашли прошение его жены. И в 1998 год, это уже после смерти Кривцова, через много десятилетий, жена просит пенсию увеличить ей за Кривцова. И там все его, приводятся все его боевые заслуги. Он был там контужен, ранен и так далее. И точно этот список подтверждает то, что пишет Достоевский о нем. Очень точно, документально подтверждается. И другие документы подтверждают подлинность и точность записок из мертвого дома. Записок из мертвого дома подтверждается этим самым. Вот молодцы ребята. Вот сейчас они уже, они еще студенты до сих пор. Ну там закончили бакалавриат. Один мальчик уехал в Италию учиться. Одна девочка осталась на журфаке. Ну вот такой эксперимент удался. Молодые ребята очень, еще сильно помешала пандемия. Потому что в архив стали пускать по записи, по каким-то делам. Ну вот они это сделали. Мы назвали этот раздел книжки «Мертвый дом и его окрестности». То есть вот воспроизвели все это. Ну какие еще лакуны? Вот смотрите, вот в этом сборнике я печатаю большую одну новую работу. Я ее писал вот сейчас летом. Несколько слов скажу об этом. Вот мы знаем первая поездка Достоевского в Европу. После каторги он впервые ели в Европу. Он мечтал о Европе. Он даже когда ехал в Петербург из Москвы, он писал роман из венецианской жизни. Он хотел бежать в Венецию. Он признавался об этом. Он говорит, знаю одного знакомого, но это он сам и есть. Который хотел бежать в Венецию. Страна святых чудес. Запад. Романы Ротклифф. Романы Вальтера Скотта. То есть он на этом воспитывался. Не только на Крамзине. Он воспитывался на западной литературе. Для него Запад это страна святых чудес. Действительно. Он мечтал и на каторги туда попасть. И вот в 1962 году он впервые в 40-летнем возрасте выезжает в Европу. И путешествует по всей Европе. Два с половиной месяца он пребывает там. И вот результаты этой поездки изложены в его, значит, в таком тексте, который называется «Зимние заметки о летних впечатлениях». «Зимние заметки о летних впечатлениях». Ну, текст известен. Текст известен. Его неприятие буржуазного Запада. Ну, он описывает две столицы в основном. Это Париж и Лондон. Вот Лондон называется глава Ваала. Он посещает Хрустальный дворец. Вот этот самый всемирную выставку в Лондоне. Колоссальную. И, кстати, герой записок из-под поля через два года говорит об этом Хрустальном дворце, что вот он всем хорош, но он плох тем, что я не могу ему язык показать. Это как бы уже апофеоз, все, финал мира. Вот Хрустальный дворец, как бы пример всему миру. Уже дальше развиваться некуда, чем Хрустальный дворец. Но ему нельзя показать язык, пишет. Это уже герой через два года, герой записок из-под поля. Он там описывает, он замечательно описывает трущобы Лондона. Там даже есть одна такая сцена, вот как, кстати, прямо как зачаток будущего романа. Он описывает, он видит пару англичанин, он такой джентльмен и девушка чрезвычайно красивая. Он говорит, такой красоты я не видел еще. Вообще он считал тип английской красоты лучшей в Европе, самые красивые женщины, англичанки. И вот они там разговаривают, и он говорит, что видимо они видятся, у них какой-то разговор. Кажется, у него была чахотка. В общем, вот по этому отрывку, из этого отрывка можно делать роман или писать кинофильм. Он домысливает все, вот эта встреча, они встречаются в каком-то там кабаре. И так все заметки. Но там что интересно, известно, вот что я как бы открыл нового, расскажу. Ну известно, что он вдруг неожиданно из Парижа едет в Лондон. Зачем? Ну, в зимних заметках он описывает там Лондон. Но он посещает Герцена, посещает самого знаменитого русского изгнальника, который выпускает колокол, который сидит в Лондоне с 1953 года. Вольная русская типография, который главный враг государства. Он его посещает, но не были известны подробности никакие, о чем они там говорили. Ну, известно было, что он его посетил. Я, значит, стал раскапывать, что происходит вообще. Тут паразитные совпадения. Откуда он знал адрес Герцена? Ну, или он заранее. Значит, планировал ли он в начале этой поездки посещать Герцена? Или это спонтанно? Он ему дарит записки из мертвого дома, причем, которые печатаются еще во времени. Он дарит переплетенные главы Герцену. Еще нет отдельного издания. Где он их переплетал? В Москве, то есть в Петербурге, заранее, желая обручить Герцену. То есть он издает адрес Герцена, и четыре дня, я так просчитал, он практически четыре дня, когда он был, вот, после первого посещения Герцена, он с ним общался каждый день. Более того, они вместе посещали Хрустальный дворец. Видимо, Герцен был его сопроводителем просто так. О чем они могли говорить? Я посмотрел, значит, что происходит. Ну, во-первых, он едет в Лондон, в Европу, через несколько дней после грандиозных петербургских пожаров. Там Петербург горит в конце мая 62-го года. Петербург горит, царь приезжал, горит Апраксин двор, горит, сгорело, кстати, сгорело Министерство юстиции, где лежали документы о его поездке. Мы их не знаем, подробности. Сгорели документы о разрешении ему поехать в Европу. Горит там, ну, сотни домов сгорело в Петербурге. И ходят упорные слухи, что это поджигают либо поляки, естественно, либо студенты, либо студенты поджигают, либо Герцен. Появились, значит, появились в Берлине карикатуры, что Герцен с длинным факелом поджигает Петербург. Так же, как Ростопщин поджигал Москву, скажем, в свое время. Были обвинения. Значит, о чем они говорили с Герценом? Значит, он уезжает, и известно, что он буквально вот в разгар пожаров Достоевский неожиданно посещает Чернышевского. Посещает Чернышевского. Есть две версии возражения Достоевского и возложения Чернышевского. Вспоминание об этом. О чем они говорят с Чернышевским? А Чернышевский, значит, ну, самый влиятельный автор, современника, что выходит прокламация «Молодая Россия». Прокламация, написанная таким 20-летним студентом Заячневским, бред полный. Там кровавая революция, там такие призывы, ну, жуткая прокламация по своему ультрарадикализму. Достоевский находит эту прокламацию, в дверь ему засунули листок, он с этим листком приезжает к Чернышевскому, и Чернышевский пишет, что он меня просил остановить пожары, что, мол, я могу повлиять на это поколение, на этих людей, на поджигателей. Значит, он меня просил, но я понял, что он очень нервный, стал его успокаивать. Достоевский пишет об этом по-другому. Он говорит, что я приехал, чтобы повлиять на молодой Россию, чтобы повлиять на этих авторов. Конечно, он не думал, что Чернышевский поджигает Петербург, но у них будут разговоры об этом, конечно. И естественно, что, когда он приезжает к Герцену, он об этом же и говорит, об молодой России, об этом и так далее. Но там еще интереснее, что в дни, когда он находится в Лондоне, арестовывают Писарева сначала за попытку напечатать одну брошюру, подпольная типография, и через несколько дней арестовывают Чернышевского, арестовывают, пока он в Лондоне находится. И в эти же дни происходит обыск в Ясной Поляне, Толстой отсутствует, он на Кумысе, где ищут тоже типографию. Что происходит? Ведь тут надо вернуться в 1949 год. Что такое пропавший заговор? Это попытка, первая в России попытка создать подпольную типографию. Есть же воспоминания Майкова, как Достоевский к нему приезжает в январе 1949 года, приезжает к Майкову и начинает его вербовать. Филироваться, как тогда говорили. Вот, говорит, есть Петрашевский, это болтун, он ничего не делает, есть Спешнев, есть Семерка у нас, семь человек, там называют фамилии какие. Мы решили создать подпольную печать. Безумная мысль в 1949 году, подпольный типографский станок в Петербурге. Майков, конечно, отказывается, они ночью там сидят, разговаривают, Достоевский в ночной красной рубашке такой, Грибальдийской. Вот, значит, и он утром говорит, ну что, вы восьмой, но раз вы не хотите, ни слова об этом, то, говорит, мое слово. Майков отказывается от участия в этом. Вот. Но самое интересное, что был повторный обыск на квартире Спешнева. Первоначально там ничего не нашли, потому что подумали какие-то приборы там. И Филиппов признался в типографии, один из петрашевцев приезжает, второй раз приезжает обыск, ничего не находят, типографию вынесли. Но я сейчас не буду говорить подробно, я, в общем, установил, что это дело было замято. Следствие замяло это дело, это была типография. Типография на процессе, единственный серьезный довод, вот серьезное обвинение петрашевцев в подпольной типографии не фигурировала в деле. Почему? Там были замешаны дети очень высокопоставленных чиновников. Мордвинов, бывший управляющий третьим отделением, Милютин, будущий министр, сын будущего министра, была будущего министра военного в России. И просто дело было замято, причем, может быть, с участием членов Следственной комиссии того же Лепранзе, который за ним следил там. Дело было замято. Я подробно описываю, каким это образом происходило. Но идея-то была типографская впервые в России у Достоевского. А почему арестовывают Чернышевского? За попытку напечатать прокламацию подпольной типографии. За что арестовывают Питерева? За попытку напечатать статью в подпольной типографии. За что арестовывают? В смысле, за что происходит обыск? Почему происходит обыск у Толстого? По тому же самому. Искали подпольную типографию. То есть идея типографическая, которая в 1949 году была впервые, значит, вот как бы попытка реализации была в Петербурге. Герцен ее осуществляет в 1953-м полностью. Вольная печаль работает. И, конечно, я думаю, что шел разговор об этом и с Герценом тоже. Потому что вот так все совпало. Об этом шел разговор. Он дарит ему свою фотографию. Достоевский. Герцен дарит ему свою фотографию. Они меня... Вот я сейчас нашел там это. Одно фото известно, одно нет. Нашел эти фотографии. С очень трогательными надписями. И потом, я думаю, я не буду сейчас говорить почему, Герценам поверяют одну тайну. Какую тайну? Дело в том, что Чернышевский в 1959 году, за три года до Достоевского, ездил в Лондон. Тайна. Зачем? Объясняться с Герценом. Герцен напечатал статью Very Dangerous, где задевал современник. Очень так. Как говорил Некрасов, Герцен, едущий со мной рядом, чем одурел меня арабником. И вот Чернышевский шел, вел переговоры с Герценом, чтобы тот извинился. Он приезжал тайно в Лондон, имел переговоры с Герценом, но об этом ни в России, ни на Западе никто не знал. Более того, когда шел процесс Чернышевского, с него сняли обвинения о контактах с лондонскими пропагандистами. То есть ему не ставили в вину контакты с Герценом. Следствие об этом ничего не знало. И я пытаюсь доказать, что Герцен поведал эту тайну Достоевскому. Он знал об этом. И я доказываю это в словах самого Достоевского. Через много лет он там говорит о своем разговоре с Герценом. Он об этом говорит. И, конечно, он эту тайну знал. Он эту тайну знал. И вот сейчас только что мы нашли документы новые, поразительные документы, архивные. Значит, Герцен пишет в колоколе, что при возвращении в Россию ряд людей, а был агент третьего отделения в окружении Герцена, перец такой. Он сообщал о всех гостях Герцена. Сообщал в Петербург. И вот был список, и там, значит, и Достоевский, что надо его при переходе границы обыскать. Там много имен, в том числе и Достоевский. Я смотрю, значит, по документам, он приезжает в Вержбалово, станция пограничная, и проходит спокойно, ничего нет. Как бы там никаких следов обыска нет. Оказывается. Значит, сейчас найден документ. Вот мы его публикуем как раз в этом нашем сборнике. Да, что интересно, Герцен, поскольку он был человеком, очень осведомленный, он сразу узнал этот список. Он публикует его в колоколе. И, видимо, дней за 10-15 до возвращения в Россию Достоевский читает в колоколе это предупреждение. О том, что он будет обыскан. И вот он приезжает в Вержбалово, как бы у него ничего нет. Но есть протокол обыска. Его задержали. В протоколе сказано, что да, ничего нет. А куда делся портрет Герцогу? Подали на им Достоевскому, в Лондон, все написано. Нет этого портрета, его не обнаружили. Более того, ни колокола, ни сполярной звезды, которую он читал, а там была, а Петрушевцев наверняка с собой вез. Ничего этого нет. Значит, он внял предупреждение у колокола. И, я думаю, это отдал все Страхов. Он встречался со Страховым в Швейцарии со своим приятелем. Он все это ему отдал. Ничего нет, но, что сказано в протоколе? Ну, там какие книжки у него? Отверженное Гюго нашли, ничего страшного. Нашли какие-то статьи из русских журналов. И книжку Милюкова, там, Афина и Константинополь. Такую книжку. Все невинное совершенно, глубина невинности текста. Все это описали, но переписку опечатали. И, что интересно, Достоевский настоял на том, чтобы опечатали его переписку при отправлении в Петербург. Она была запечатана, чтобы никто не впрочем. И он приезжает в Петербург. И третье отделение передает эту переписку в следственную комиссию, которая вела там, вот по поводу пожаров. И в присутствии Достоевского его вызывают в эту комиссию. Это все есть в протоколе, о чем мы не знали до сих пор. И он при нем прочитывает переписку. Он разрешает, но при нем прочитывает. Видимо, Потапов, генерал, прочитывает эту переписку. А переписка с братом и с женой. Там ничего нет. Ничего нет такого криминального. И его отпускают. Довольно унизительная процедура. При нем, значит. Но обыск на границе, тем не менее, был. Вот это удалось установить сейчас. Ну, это вот из таких неизвестных вещей. Ну, говорить можно очень много. Вы знаете, ведь сюжетов, связанных с биографией, особенно, вот я сейчас в переделке, вот, Настея Георгиевна участвовала тоже. У нас такой был круглый стол. Достоевский в кругу семьи. Вот. И вот в этой книге, «Ничья современника», у меня несколько глав больших посвящено как раз личной жизни. Истории первого брака, о которой почти ничего не известно. Потому что письма Марии Дмитриевны до нас не дошли. Мы не знаем переписки с первой женой вообще. Куда она делась? Ну, я могу догадаться, куда. Вот архивом владела и распоряжалась вторая жена Анна Григорьевна. Причем архив в идеальном состоянии. Вот я работал в архиве, там каждое письмо в отдельном конверте, ее рукой написано. Ни одного письма Марии Дмитриевны нет. Я думаю, что, как сказать, что здесь женская возобладала над историческим. Я думаю, так. То есть она бы хотела быть одной участницей его жизни. Это для женщины понятно. Причем она была чрезвычайно ревнивая. Она вот все время, мы говорили, что Достоевский ревнив. Он там, значит, ревновал ее. А если вот сейчас я, значит, взял ее дневники, когда они поехали на 4 года, думая, что на год, на самом деле 4 года за границей, сцена ее ревности. Например, приходит письмо от Сусловой, от его возлюбленной, которого она неровно дышала, и которой он делал предложение тоже до этого. Суслова. Трагическая их там связь, драматическая. Когда он приезжает в Париж, в 1963 году, ему изменяют, у него там любовник, они путешествуют по Европе как брат и сестра, но это отдельный сюжет. Так вот, приходит письмо туда, в Дрезден, когда они с женой в первый раз туда приехали, от Сусловой. Что делает Анна Григорьевна? Она на пару, над чайником, это письмо, значит, держит, распечатывает его, прочитывает, заклеивает аккуратно и дает Достоевскому, честно. И она пишет, что он изменился в лице, когда читал это письмо. Письмо очень интересное. И она спрашивает, что пишет Маша, там примянница. Анна Григорьевна говорит, не Маша, и был какой-то рассеянный, такой расстроенный. И она думает, что письмо пришло, что ее передали, что она в Дрездене, что она приехала, значит, им мешать. И она начинает за ним следить, за Достоевским. Она берет бинокль, и когда смотрит, куда он уходит из дома, значит, из окна, она смотрит в бинокль, следит, как... Более того, когда они в Женеве, значит, у него из кармана выпадает какая-то бумажка. Они начинают оттянуть каждый к себе, рвут на мелкие клочки, он, значит, ее ругает всячески. Расходится. Так она возвращается, все эти клочки подбирает, дома склеивает, и видит там какой-то адрес Женевский. Адрес. И она идет по... Да, идет по этому адресу, думаешь, там Суслова живет, значит, и он ходит к ней изменять. И она, главное, говорит, что он той женщине изменял, то есть первой жене, Суслова он изменял, почему же он не может мне изменять, говорит она Грюна. И они приходят, он приходит по этому адресу, а там живет закладчик. Он закладывал там свои, там, не знаю, что, но вещи закладывал этого закладчика. И, тем не менее, она не успокаивается, она идет в кафе, за ним следит. Он ходил в кафе и читал все русские газеты. И она два часа наблюдает, как он читает газеты. Никто к нему не приходит. Но тут она понимает, что она не права, уходит. Но вот, пожалуйста, сцена ревности. Она описывает его сцену ревности. Она описывает, в ее воспоминаниях есть, это уже позднее, где-то 79-й год, они уже много лет замужем. Она решила пошутить. Она читает какой-то роман и берет, списывает дословно из этого романа письмо, что там твоя жена погуливает от тебя и в медальоне на груди носят портрет вот этого самого, своего любовника. И письмо это посылает Достоевскому. Он это читает и говорит, Аня, что у тебя в медальоне? Она говорит, ничего, говорит, нет. Он срывает с нее медальон, цепочку срывает, там до крови у нее шея. Она мягко это описывает так, мягко. И раскрывает этот медальон. Там его портрет в медальоне, самого Достоевского. И вот, говорит, какой он был ревнивый. Но там, я повторяю, что это как бы полка о двух концах, вот если брать, разбирать. Вообще дневники поразительные, интересные. Она же вела их стенографически, Анна Григорьевна. Вообще, надо сказать, что вот то, что как они сошлись, вот история второго брака, я об этом много писал, сейчас просто обозначу уже, уже время наше, просто обозначу. Она к нему приходит, он пишет роман «Преступление наказания». Но у него договор с издателем Стиловским, что если он к первому ноября 66-го года не сдаст новый текст объемом в 10 печатных листов, это большой объем, то права на 10 лет переходят все права на его произведение, переходят к Стиловскому. То есть на копейки. То есть кабальнейший договор. У него 1 октября еще ничего не написано, за месяц. Ему предлагают, друзья, писать по очереди, чтобы они там все вместе написали, он потом это сдал. Он отказывается. И ему рекомендуют стенографистку. Это совершенно новая вещь. Стенография только начиналась. Первый русский стенограф ему рекомендует, Анну Григорьевну. И она такая строгая девочка из хорошей семьи. Она идет к нему, значит, идет к нему домой. Она говорит, я хотела произвести вид порядочности. Она покупает зонтик и портфель кожаный, покупает за рубль в гостином дворе и приходит к нему. Она приходит к нему, но она пишет, одно дело в воспоминаниях, другое дело дневники, которые были зашифрованы. Она писала их санкографически, сейчас они зашифрованы. В дневниках она пишет, в воспоминаниях мой дорогой муж, мой дорогой муж, Фетя там. А в дневниках она пишет, что мне никогда более не встречался такой мрачный человек, как Достоевский. Она приходит к нему, он чем-то озабочен. Он спрашивает, как ее зовут, раз пять. Спрашивает, не пьет ли она. Хорошо, что женщина. Если бы был стенограф, он бы запил непременно. В общем, идет такой разговор, и потом она ей говорит, я не могу сейчас диктовать, приходите вечером. Она говорит, девушки из хорошей семьи, в восемь вечера приходите. И она потом ушла, значит, обедала у родственников и очень колебалась, идти ли вечером к Достоевскому. Более того, ей сказали, за что он был на каторге, что он жену убил предыдущую. Это вот одна из мифологий. Убил жену. Тем не менее, вот надо сказать, отдать ей справедливость, она приходит к нему в восемь вечера и видит другого человека. Он очень расположен, он, значит, угощает ее чаем. И она пишет, и вдруг разговор зашел о смертной казни. Он стал рассказывать, как его казнили. Что для меня это было поразительно. Он, который видит, у них разница все-таки 25 лет. Он видит, ей 20 лет. Он видит впервые эту девушку. Вдруг он поверяет одно из самых страшных своих воспоминаний. Почему? Он не любил об этом рассказывать. А вот потому, потому что литературоведы занимаются литературой, историки занимаются историей. А если это сдвинуть вместе, то с криком Эврика выскакиваешь из мысленной ванны. Это что было 4 октября? 4 октября, утром, когда она приходит к нему, на Смоленском поле вешали Ишутина. Ишутин проходил по Каракозовскому делу, по покушению императора. 2 сентября повесили Каракозова, а 4 октября шел, значит, шло, накануне приезда, значит, ну там, должен приехать наследник престола в Петербург, поэтому спешили. 4 октября вешали Ишутина. И когда она находится у Достоевского, он знает, что сейчас там, на Смоленском поле, ну, за 2 часа до этого, он еще не знает, что там происходило окончательно, что там вешают Ишутина. То есть он смертник бывший, он еще не знает, что его помилуют. А там был тот же сценарий, его в петле продержали 10 минут или 15 Ишутина и объявили вечную каторгу. Ну, то же самое, как сценарий. Вечером, конечно, он знает о помиловании Ишутина. И, конечно, вот это событие, это событие, во всяком случае, оно на него производит сильное впечатление. Он этой девочке рассказывает эту самую свою страшную историю. То есть их знакомство происходит под знаком русской истории. под знаком, можно сказать, русской революции, вообще-то. Вот. Конечно, об этом ни слова не говорит в своих воспоминаниях. Надо вообще сказать, что вот то, что происходит, он и диктует 26 дней, 26 дней он диктует и игрока, после чего на ней женится. 26 дней, это первый в России служебный роман. Потом было много служебных романов. Впервые вот, где он мог его встретить? Не на балу, не находил, на балы. Они работают 26 дней вместе. Вот был такой фильм, «Зархи» снял в свое время. Хороший фильм, кстати, «26 дней» и «Жизнь Достоевского». Там играет, Соловицын играет, любимый актер Тарковского играет Достоевского. И Анну Григорьевну играет Женя Симонова. Очень неплохо, молодая Женя Симонова. А я там был консультантом тогда, в этом фильме был консультантом, но моя консультация, откровенно говоря, заключалась в том, что я сказал, что Достоевского действительно назвали Федора Михайловича. На этом, значит, на этом, как бы, консультация закончилась уже. Потому что «Зархи», который я снимал, он, значит, так мне сказал, «Ну, мы-то с вами понимаем, что он был сексуальный маньяк», сказал мне «Зархи». Вот, ну, на этом, как бы, так мы и расстались. Вот. Ну, вот, но фильм неплохой, действительно, неплохой фильм, там, он происходит, как бы, в одном месте все. Вот. И он, после дела, это предложение, ну, не сразу делал предложение, там, как бы, целая история, вот, я описываю это в этих главах про Анну Григорьевну. Вот. Но это, конечно, у меня одна, значит, статья и лекция, так называлась, «Жена в России больше, чем жена». Жена в России. Действительно, потому что она создала прецедент, Анна Григорьевна, прецедент преданности. Есть стихи у Корнилова, у Владимира Корнилова, есть такие стихи о ней, этой отваге и верности, не привелось ремесло, больше российской словесности, так никогда не везло. Что, это действительно так. Хотя, надо сказать, что она положила начало традиции. Ведь, скажем, Надежда Яковлевна Мандельштам, которая сохранила наследство, Мандельштама, которая принесла все это через всю жизнь, или, скажем, Елена Сергеевна Булгакова, жена Булгакова, тоже вот такие жены-мироносицы, которые сохранили наследство и, как бы, преданные жены, это вот такая традиция, заложенная во многом Анне Григорьевне, конечно. Вот. И я вот говорю, что вот как бы, она ни слова не говорит об этом, о Ишутине каком-то. Так же, как ни слова не говорит о Баранникове. Но я уже, это моя давняя книга такая, у меня была последний год Достоевского, которая сейчас вот вышла, пятое издание ее, она переведена на многие языки. Но там вот я очень подробно разбираю последние дни Достоевского, что там происходило. Ведь версия Анны Григорьевны, она очень такая, ну, такая оптимистическая, там он умирает, он ей говорит, Аня, я никогда тебя не изменял, даже мысленно, она пишет. А что написано сценографически в ее записной книжке? Она пишет, он говорит, Аня, я никогда тебя не изменял, только мысленно. Есть некоторые разницы, да? Вот. Но тем не менее, значит, а на самом деле, как было вообще? Ведь за стеной у Достоевского жил некто Баральников, член исполкома народной воли, а участник всех покушили на Александра Второго, Баральникова знаменитый. И там была явочная квартира на народной воле, куда приходил Клеточников, агент народной воли в третьем отделении, который сливал народной воле всю информацию полицейскую, драгоценный агент, они его хранили как вообще, как зеницу ока, и когда происходит первое носовое кровотечение у Достоевского в ночь на 26 января, то в эти часы, когда происходит кровотечение, рядом, через стенку, идет обыск у Баральникова. Обыск идет у Баральникова. Знал ли он об этом, не знал, неизвестно. На следующий день, когда сидит засада у Баральникова, там берут Колоткевича, второго члена исполкома Великого народной воли, Великая ИК, такого не было, таких провалов, берут Колоткевича, но Достоевский знает наверняка о засаде. И в эти часы у него начинается второе кровотечение, он там якобы с сестрой поссорился, там был обед, но второе кровотечение совпадает с этой засадой. Более того, засада там сидит, когда тысячи людей идут поклониться его гробу. В квартире стоит гроб, идет огромное количество людей, а засада сидит рядом. И происходит это ровно за месяц до цареубийства, до 1 марта. Потому что похороны 1 февраля хоронили Достоевского, неслыканные похороны, огромные, потрясающие похороны. Я вообще считаю, что это не просто были похороны, это была первая, самая крупная политическая демонстрация в России 19 века. Почему? Потому что все ждали завершения реформ. Все ждали. Что сказано в последнем дневнике? Что пишет Достоевский? Дневник, который вышел, дневник писателя, который вышел в свет, в дерево похорон. Что он там говорит, обращаясь к полости? Позовите серые зипуны. То есть позовите крестьян. Не надо никаких парламентов собирать, никакой демократии. Опросите на местах, что они хотят. А мы, интеллигенция, постоим, послушаем, что они скажут. И потом уже скажем свое, слово. То есть вот какую схему он предлагает Достоевский. Позовите серые зипуны. Он очень боялся, что не пропустят цензура эту фразу. Ну, сам начальник цензуры ему написал, что он не посягает. Но это почему произошло? Потому что... Вот почему? Это то же самое, почему такой гигантский успех имела пушкинская речь? Летом, 80-го года, за полгода до смерти Достоевского. Почему? Почему люди в обморок падали? Почему там истерика была с паприцем, с таким студентом? Ведь он ничего такого особенного в этом не сказал. Вот почитайте этот текст. Там текст мощный. Но почему истерика? Почему? Причем он говорил 45 минут. Ровно столько, сколько он стоял на эшафоте. Вот нижняя точка падения его 45 минут на эшафоте в 49-м году, в 80-м, 45 минут на трибуне этого зала. Он... И... И 40-минутная овация. Почему? Это резонансный эффект. Потому что... Что такое лето 80-го года? Приходит к власти Лорис Меликов. Диктатура сердца. Прекращаются покушения. Прекращаются покушения, которые шли непрерывно после выстрела за Сулич. Два года. 21 смертная казнь за полтора года. В России такого не было никогда. Из 42 смертных казней за 19-й век 21 смертная казнь приходится на полтора года. Вот. Конца Достоевского. Прекращаются покушения, смертные казни и наступает период ожидания, куда пойдет Россия. Вот она колеблется, Россия. Как он сказал. Вся Россия колеблется над бездной. На какой-то окончательной точке. Она колеблется над бездной. И поэтому, когда он произносит эти слова о всемирности России, о все человеке, и говорит, что Пушкин примеряет всех, в зале начинается истерика, потому что он указывает выход какой-то из этого тупика кровавого. Иллюзорный выход, но тем не менее. То же самое, когда идут 30 тысяч человек за гробом, они посылают власти сигнал. Мы готовы к диалогу. Мы готовы. Мы готовы. Все партии склоняют свои знамена. И народники, и консерваторы, и победоносцев, и катков. Все. Такого не было в истории России. Потому что, скажем, если взять похороны Толстого, там совершенно другой расклад. И вот, значит, это все происходит. Но это остается все в подтексте. Понимаете? Потом наступает 1 марта, бомба Гриневицкого и Росакова, они заканчивают царствование. И что дальше происходит, мы знаем. Этот шанс был упущен. Последний шанс выхода России в какое-то иное пространство. Вот, может быть, там Земский собор, я не знаю что, но Достоевский это ждал, этих перемен. Начинаются заморозки надолго. Вот. Вот так, что я говорю, что его судьба, она поразительным образом совпадает с судьбой России. И как бы совмещает в себе вот все эти вещи. Но я очень так пунктирно все это обозначил. Может быть, будут какие-то... Многое не рассказал, конечно, многое не успел, но это невозможно. Вот я хочу сказать, значит, вот есть такая книжка у меня, называется «Ничей современник». Ну, это цитата тоже, как и у Пушкина, родится в России. Это цитата из Мандельштама. «Нет, никогда ничей я не был современник». Такие у него строчки. То есть он как бы... Вот в этой книге собраны... Тут четыре круга Достоевского. Это круг Россия, дневника писателя. Круг его текстов. Круг семейной жизни. Вот очень много о семейной. А в двух браках. И круг интерпретации. Вот. Ну, если говорить о семитомнике, значит, первое... У меня вышло вот пятое издание последний год Достоевского в этом семитомнике. Потом вышла книжка «Родиться в России». Это о детстве и юности, о дебюте Достоевского. Она, не знаю, продается, сейчас нет, но она вышла года два назад. Затем вышла книга «Ничей современник». Вот это о Достоевском. И вышла книга «Странные сближения». Там не только Достоевский. Там довольно интересные вещи есть. Там, во-первых, о Булгакове, Мандельштаме, там о Чаадаеве, там о Толстом много есть. Ну, в связи с Достоевским, правда. Там есть публицистика моя 90-х годов, довольно резкая. Ну, такая книга. И только что вот мне там вышел еще один том, последний том вышел. Это стихи. Это из разных моих сборников. Называется «Гомо поэтикус», «Человек поэтический». То есть стихи, а стихи. Здесь, значит, стихи собраны и работы о русских поэтах. Там о Заболоцком, Бродском, ну и так далее. Держками военному поколению вот в этой книжке. Она вот только что, я думаю, она еще продается. А седьмой том будет называться, чуть-чуть не сглазь, если он выйдет, он будет называться, сейчас скажу, «Екатеринский канал». Екатеринский канал. Вот тот канал, где был убит Александр II. И под заголовок будет «Достоевский свидетель цареубийства». То есть он не был свидетелем цареубийства, конечно, на месяц позже, но он как бы свидетель всего, что происходило в России накануне. Это будет продолжение последнего года. «Екатеринский канал». Вот. Вот такие книжки, значит. Потом, наверное, вы знаете, в последних днях открылся замечательный памятник Достоевскому, новый. Вот там, где, знаете, его памятник против Ленинской библиотеки стоит, который злые языки называют памятником геморрою. Вот. Есть такое, да, выражение. То рядом, за манежем, вот там есть такой магазин Достоевский, оказывается, я даже не знал. И там открыли такую скульптуру. Он сидит, сидит на лавочке, любой может подсесть к нему, молодой Достоевский по рисунку Туртовского. Очень котовой камерной, сидящей Достоевский, в отличие от стоящего около музея, там, Меркуров это делался в 18-м году, этот памятник, стоящий около музея. Кстати, там руки, очень нервные руки, это памятник. Он его лепил с рук Вертинского, это руки Вертинского, вот, у Достоевского. Там такой нервный памятник. Вот. В Москве еще много сидячих памятников. Сидит Чайковский, сидит Островский, кто там еще у нас сидячий. Вот. Ну вот такие, в отличие от этих монументальных памятников, Святой Владимир, там монументальный, стоит рядом. Вот. Очень домашний такой камерный памятник, напоминающий немножко памятник Набокову в Монтре. Там тоже Набоков такой сидит. Вот. И можно такой очень, вот я был на открытии, мне очень понравилось. Такой он, как бы, два памятника рядом, вот, этот самый большой и маленький. Вот. Ну вот такие дела. Может быть, будут какие-то вопрошения, вопросы разные. Пожалуйста.